приветствую вас друзья в игре мисс сурвайвал с вами снова роман я продолжаю выживать и сегодня 28 день день когда я решился напасть на бандитский лагерь здесь недалеко от дома в котором я живу находится бандитский лагерь ну как недалеко относительно недалеко и в одной из серий вы уже видели когда поздним вечером на меня напали я проходил мимо и по мне открыли огонь бандиты я убежал тогда хотя меня ранен так вот сегодня я решил в тот лагерь таки наведаться и отомстить тем бандитам которые на меня без всякого предупреждения напали я возьму сейчас оружие у меня здесь достаточно много уже оружия ну и патронов довольно таки много под накопилось для винтовки по моему туда патроны и сегодня будем штурмовать бандитский лагерь ну-ка давайте проверим до 42 патрон за такой винтовки плюс у меня еще есть лук плюс еще есть пистолет так вот я себе сделал лук там 8 стрел пистолет 8 патронов но я не знаю сколько там бандитов ну давайте наверное возьмем побольше хотя я думаю побольше мне не потребуется пистолеты для пм пистолет макаров патрон как мне потребуется оружие мне потребуется топор будем там все ломать у них у бандитов и я думаю мне потребуется очень много бинтов потому что наверное меня ранен причем ранит серьезно давайте возьму все бинты какие у меня есть ну и пожалуй собственно все можно отправляться еда есть запас воды у меня есть давайте попробуем я честно говоря пока даже не знаю как мне там действовать с этими бандитами сколько этих бандитов тоже я не знаю тут нет в игре бинокль можно было издалека рассмотреть все это дело этот бандитский лагерь была мысляща знаете какая построить если тут есть забор вот такой вот железный забор перемещать этот железный забор и прятаться за ним вот была такая идея ну не будем заморачиваться я буду прятаться за своим автомобилем поедем туда на машине я попробую ближе подъехать так что я не заметил поставлю автомобиль но и потом в случае чего буду просто за ним прятать не знаю получится у меня ли не получится вообще есть идея подобраться как можно ближе незамеченную и убить ну хотя бы одного бандита я сделал себе стрелы железным наконечником и в описании написано что эти стрелы убивают человека с одного попадания а даже если в туловище я попаду то человеку наступит конец я не знаю правда это или неправда так бандитки лагерь где-то вот в этом месте я помню на меня напали бандиты мы сейчас будем искать сейчас будем смотреть тут вот густой лес видите ладно давайте я сейчас припарпуюсь тут кстати еще ходит медведь так что надо быть аккуратным вон внизу по моему ну давайте сейчас режим стелс в режиме скрытности я попробую подобраться как можно ближе сейчас сперва еще найдем эту бандитскую базу вон наверное вон там слева да это просто дом да ребятки это просто дом вон впереди видеть вот там наверное бандитская база лагерь бандитов пошлите дальше попробую разгромить может что-то ценное там найду лагерь еще не атаковал не знаю так на автомобиле прятаться конечно у меня вообще еще есть мысли прям на автомобиле туда заехать и просто всех передавить я не знаю двух сработает это или не работает вон гонит а вот справа второй слушайте но я не знаю как она пойдет как лучше мне конечно вот мысль на автомобиле туда приехать и задавить сбить хотя бы одного ну не знаю меня конечно сразу заметит начнет стрелять вот получу ли я урон через стекло кабины или лобовое через стекло когда он будет по мне стрелять вот вопрос если урон будет проходить ну тогда слушайте вон там еще один вдалеке трак трое тут уже я вижу троих ну давайте попробуем ребятки случае чего я переиграю так сохранимся сейчас попробую задавить хотя бы одного так ребятки все таки они не мешают рискнуть на автомобиле туда ехать давайте может быть я сейчас просто подкрадусь ну как тут подкрадешься они видят слушайте блин многовато есть вот того бы снова убрать который слева так ладно давайте все таки на автомобиле не знаю как лучше как безопаснее попробуем задавить что я там давил я не знаю может здесь так 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 и Ну, видите, прям подъехал к забору. А стрелять там не начали. Так, надо заглушить. Что, они меня не заметили, что ли? Где где-то один ходил? Штурм бандитского лагеря. Вот тут ходил где-то, вон он. Ну-ка попробуем. У меня за все кажется. За все кажется, ребятки, но я промазал. Есть, я его убил из лука. Слушайте, одного попадания хватило, по-моему, и он сдох. Так мы сейчас так всех и завалим. Главное, чтобы они тревогу не подняли. Вон еще один. Ушел. Главное, чтобы не подняли тревогу. Сейчас вот этот подойдет сюда, мы его тоже уложим. Так, ладно, лутать потом будем. Стрелы. Стрелы у меня есть. Так. Сейчас, если так, с одной стрелой они будут падать, так я тут сейчас всех в режиме скрытности перестреляю. У меня еще автомат, конечно, нет. Но я просто начал стрелять из автомата, шум поднимется. Поэтому пока с луком. Вот сейчас сюда еще один подойдет. Где он там? Мы его завалим, а потом пойдем в сам лагерь. Вот эти железные листы можно разломать. С них, по-моему, хламбон идет. Тихо. Или нет, это другой. Да, ребятки, по-моему, другой что-то тут прошелся. А вон, вот он, вот он, вот это надо валить. Есть! Слушайте, хорошо падает. Сейчас всех так перестреляем. Видите, как с железным наконечником от одного попадания упал. Ну-ка, вот это он утонел. Э-э-э, сахар! Сахар с собой таскал. А что, ничего ценного-то нету? Фигня какая-то, сахар в нем был. Блин, ни патронов, ни оружия. Так, вот этого вольнули. Ну что, пойдем потихоньку? Будем смотреть. Там их сколько. Вот двоих уже я завалил. Так. Ну-ка. Вот тут еще где-то ходил. Вот он. Мимо. Вот и хорошо попадание. Прям в бошку ему прилетело. Стрелы заканчиваются. Так. Опа. Туман столь наступает? Слушайте, туман мне не надо. Ух ты, винтовочка. О! Ё! Бежим нахрен! Огонь помен... Ё! Ё! Ребята, туман начался. Это вообще плохо. Сейчас зомби появятся. Что надо делать? Куда-то валить отсюда быстро надо. Блин, надо в лагерь зайти. Пока зомбаки не появились. Падлы засекли меня. Бегом в лагерь. У меня патронов 12 штук осталось. Туман не вовремя. Где бы спрятаться? Вот в доме надо спрятаться. Что, все закончились тут? Бандюги-то все? Или еще есть? Так. Никого, ребятки, тут нет в доме. Слушайте, ну мне сейчас это переждать надо. Сейчас зомби будут появляться. Туман. Так. Улучшение инвентаря. Сейчас две ячейки прибавятся. Или сколько? Три ячейки прибавилось. Поняли? Зачем надо было в этот лагерь идти? Рюкзак увеличили. Все. Туман. Так, что здесь? Еще одна винтовка. Хорошо. Патроны. 12-й калибр. Это картечь, по-моему, да? Для дробовика. Ну-ка, здесь что? Ну, а тут неплохо. Лут полезный. Ну-ка, здесь. Это мы не взломаем. Надо использовать эту фомку. Тихо. Зомбаки. Вон они. Трое. Три зомби. Блин, надо тут это пересидеть, ну, ребятки. Что-то как-то стремно. Кстати, меня там не ранили? Перестрелка-то была. Так, жажды надо попить. Статус. Нет, все нормально со мной. Надо, короче, ребятки, пока я подожду. Видите, я начал взламывать, они меня услышали. Так, что здесь? Ух ты, дробаш. Бенели нова. Давайте возьмем. Ой, вместо пистолета. А что-то я дергаюсь. Почему? Как-то дергается персонаж у меня. О, дробаш. Надо пока мне тихо тут, ребятки, сидеть. Чтобы не привлекать внимание. Зомби. Тут кровать есть. Но спать на ней нельзя, видимо. Так, давайте, знаете, что сделаем? Сколько времени? Время еще есть. У меня спальник с собой. Давайте попробуем поспать. Один час. Получается, ребятки, спать. Зломби тут. Сейчас туман рассеется, и они уйдут. Вон он ходит. Все, ребятки, туман пропал. Можно выходить. Да, туман исчез, и зомби больше нет. Так, ну-ка, вот эту дверь еще взломать. Ух ты! Кто здесь? Женщина какая-то, смотрите, со связанными руками сзади. Спасти! Рэйчел! Развяжем ей руки сзади. Так, Рэйчел была спасена. Возьмете ли вы ее к себе в лагерь, чтобы она присоединилась к вашей толпе? Так, тренированно умеет обращаться с оружием, снайпер и в бой на ближней дистанции. Слушайте, конечно, возьмем ее. Опа, она куда-то пропала. Она что, теперь ко мне в лагерь придет? Слушайте, круто. Тут, оказывается, персонажи еще другие есть. Так, это все забираем. Патроны. Сейчас в лагерь придем, посмотрим, появилась она у меня там. Рэйчел. Слушайте, мне повеселей будет. А то одному скучно жить. Блин, смотрите, тут сколько богато. Ёлки, патронов много. Всякие медицинские препараты. Так, SWAT Helmet, это шлем. Так, электроник. Батарея, аккумулятор. Неплохо. Я скажу, весьма неплохо. Так, это нельзя разрушить, нет. Так, все вроде бы. Ну что, выходим потихоньку. Я не знаю, бандиты тут вообще появляются или нет. Вот я этот лагерь разграбил. Через какое-то время бандиты тут появятся. Или все, их уже не будет тут. Ну, Рэйчел я спас. Так, мне перекусить не надо? Нет, пока не надо. Давайте потихоньку пойдем. Винтовку зарядим. 22 патрона. Ну, я вроде бы всех бандитов укокошил. Больше их не должно быть. Так, вон сколько всего полезного. Жрат патру и полно. Так, бензин есть. Можно взять. Надо бандитов пойти обыскать, которых я убил. Они как-то заметили меня. Потом эти двое прибежали. Начали по мне палить. Так, тут тоже бензин. Сейчас лагерь сперва. Давайте тогда смотрим. Не, по-моему, я всех убил, ребятки. Нет больше никого. Рэйчел спас. Ну-то хорошо. Так. Вот это вот можно же. Нет, нельзя ломать. А что можно? Вот эти железные можно... Или у их тоже нельзя ломать. Нет, это не ломается. Сейчас весь лагерь обыщем. Вот эти бочки. Так, эти что у нас, компоненты. Ну, небольшой лагерь, я скажу. Так. Здесь воду хранить можно. О, они ломаются. Ну-ка. Ну, всякая ерунда, доски. Это мне не надо. Так, вот эти железные-то. Нет, не ломаются. Ну, собственно, и все, ребята. Видите, вот один дом здесь. Внутри была Рэйчел. И все. Так, вот эту машину. Вот эту машину можно сломать. Металлолом нужен здесь. Металлолом в создании разных предметов. Используется, поэтому я не упускаю возможности собрать металлолом. На полях тракторы стояли. Столько металлолома собрал. Ну, и вот эти компоненты тоже. О, все взял. Курица тут бегают. Так, вот этот, наверное, тоже можно сломать, да. Но я надеюсь, здесь бандиты не появятся, пока я тут топором орудует. Вообще, надо уходить уже сейчас. Темнеть будет вечер. Курица где-то рядом. Интересно, Рэйчел сейчас появится у меня на базе. И что она будет делать? Она будет со мной ходить или что-ли? Или просто будет дома сидеть, там, готовить мне еду. Так, собираем это все. Ладно, вот такой вот лагерь. Вон курицы ходят. Так. Бандитов надо лутануть. Которых я тут убил. Если они не пропали. Или что, уже пропали? Слушайте, по-моему, уже пропали. Ну. А где трупы-то? Пока я в домике отсиживался. Так, вот один. Но этого я, видимо, уже лутал. А где еще? Вас же много было. Так, сейчас. Можно кое-что убрать в багажник. Так, вот тут я одного убил. Двоих я тут убил около машины. Опа! Видели, прям на глазах исчез. Ёлки, надо было сразу лутать. Видите, я думал, они будут лежать. Трупы. А они довольно быстро пропадают. Ну, вот сколько я там в домике пока сидел. Два часа где-то. Все тела исчезли. Так что надо их сразу лутать. Так, вот эти бочки. Нет, нельзя. Ну, все, собственно. Вот он весь лагерь бандитов. Ладно, валим отсюда, ребятки. Сейчас уже будет темнеть. Время 4 часа. Надо отсюда уходить. Так, поехали. Сейчас мы на дорогу выйдем. По дороге ходим. На автомобиле тоже вот так вот по пересеченной местности довольно-таки опасно ездить. Я один раз вот так вот еду, еду, опа, и машина перевернулась. И все. Хорошо у меня было сохранение. Я сохранял там. Сохранение старого ключа. Переиграл. Потому что как поднять машину? Вроде бы тут какие-то домкраты есть. Можно сделать. Но я пока не делал. Не знаю, как это работает. Ну вот машина перевернулась и все. И валялась. Я ничего не могу сделать. Так, едем назад. Да, да. Сейчас посмотрим, будет рейчинг или нет. Так, правильно ездить? Немножко по другой дороге ездить. Вот так вот осуществляется штурм бандитового лагеря. Тут несколько лагерей. И все их я буду штурмовать. Буду бандитам мстить за то, что они меня похитили. Приволокнировать ездить. Ну, это я уже тут довольно-таки неплохо устроился. Видите, у меня какая-то отдачная машина есть. Так, ну-ка, смотрим. Где у нас Рэйчел? Должна быть здесь. Вон она ходит. Так, и что? Как мы с ней сможем взаимодействовать? Рэйчел, а я на ней жениться смогу? Смотрите, она весьма красивая. Так, поговорить. Статус инвентарь. Ну-ка, поговорить. Раз нам, то интеракт. Нажми число, чтобы взаимодействовать. Ну, вот я нажимаю. А как? Цифру 1 нажимаю. Так, вот ее инвентарь. Смотрите, ей можно что-то выдать. Пистолет ей дадим. Так, винтовку ей дадим. А это вот ближний бой ей оружие. Ну, не будем давать. Так, и... Один бинт ей перевязочный дадим. Ну, давайте еще. Еду ей дадим. Я не знаю, она знает, да нет. Так, это у нее одежда. Шлем. О, может ей вот то, что я... Шлем. Он куда-то у меня упал. Так. А че шлем не дается? Ну-ка, как поговорить-то с тобой? То есть, статус инвентарь вот только я могу делать. А поговорить че нельзя? Так, шлем. Шляпа. А че, почему шлем не одеваешь? Вот сюда на голову тебе. Не, шлем упадает, выпадает, ребятки. Не знаю, что-то со шлемом. Так, а вот как с ней поговорить? Единицу надо нажать. Я единичку нажимаю, а она что-то особо не говорит. Двойка работает, единичка не работает. Так, вон у нее здоровье, голод, жажда. Видимо, слушайте, ее кормить надо еще. Не знаю, давайте ей буду к своей дойду. Пусть сама кушает. Блин, вот только почему-то поговорить не получается. Ой, извини. Это я мышку нажал, рычал. Кнопка один, толк. Нажимая, ничего не происходит. Нет, че-то, ребятки, не получается поговорить. Двойка работает, а тройка не работает. Может, отойти надо. Ну че, Рэйчел, давай, иди в дом. Мы с тобой чем-нибудь там займемся приятным. Yes. Yes. Нажмите цифру. Ну вот единичку нажимаю, толк. Че-то не работает, ребятки. Только вот два работает, статус инвентарь. А единичка не работает. Ну ладно, ребята, я не знаю. Она какая-то, это неразговорчивая дама. Интересно, как она тут будет, что делать? Она будет там стоять теперь все время, или будет ходить? Я, кстати, вот тут все оборудовал. Сделал себе комнатки, кухню, холодильник поставил. Причем, интересно, ребятки, холодильник тоже тут как-то не работает. Мясо тут не хранится. Вот видите, у меня все мясо тухнет. Хотя я его запитал энергию. Вот смотрите, обратите внимание, 26,4. Я, смотрите, включаю генератор. Генератор у меня тут стоит. Вот, видите, в правом нижнем углу написано, где-то подключены, что у меня тут лампы. Новый ламп выключен. Подключен вот этот вот холодильник. Я генератор включаю. Вот он работает. Все, даже могу лампочку включить. Вот так, видите, раз, включил лампу. Здесь вот показано, что работает. Видите, вот лампочка работает. 50 единиц энергии тратится. В холодильник 25 единиц энергии забирается. Вот я сейчас пока лампочку выключу. Но холодильник нифига не работает. Смотрите, мясо не хранится. Вот, 26,4% заметим, да? Будет уменьшаться или нет? Уменьшается, видели, 26,3. Вот так вот, я не знаю, почему холодильник не работает. То есть, тут все нормально. Написано, что подключен холодильник. Все, запитали его энергией. Но он нифига не работает. Так, ну что, будем заканчивать, наверное, на сегодня. С бандитского лагеря я вынес винтовки. Еды там нашел. Вот такой шлем. Ну, шлем у меня есть. Вот, я такие шлемы находил. Кстати, тут 100%. Давайте поменяем. Вот, эти шлемы я на вышках находил. Довольно-таки просто было. Их убить бандитов. Я что-то думаю, будет сложнее, чем в Next Day Survival. Но тут как-то просто. Так. Рэйчел, а ты куда делась? Тут около печки стояла. Так, время 17.45. Ты куда пропала, Рэйчел? Она какая-то странная девушка, ребята. Интересно, я фары не выключил на автомобиле. У меня аккумулятор сядет. Давайте фары вырубим. И пойдем, наверное, спать. С Рэйчел. Вон она ходит. Давай, иди в дом. Девушка. Ты что теперь будешь? Она со мной не будет ходить, видимо. Она, наверное, только на базе ходит. То есть я вот так отхожу. Но она не уходит, видите. Она на базе будет ходить. В моем доме будет жить. Я не знаю. Как напарница, наверное, она не пойдет. Ее нельзя с собой брать. Ладно, хоть в дом зашла. Все, закрываю дверку. Давай, девушка, поднимайся в спальню. Ну, ответьте, холодильник подключен. Генератор работает. Топливо расходуется. А мясо портится. Ну, видите, уже 26,0%. Был 4 десятых. То есть бесполезно. Не работает. Это я не знаю. Может, что-то я не делаю. Неправильно. Тут вот так есть. С0. Ну, то есть все правильно у меня. С0. И здесь тоже он обозначен. Видите, как? С0. То есть все подходит. Все правильно. Он работает. Эй. Причем, ты куда пошла? Сейчас темнеть начнет. Тебе в спальню, девушка? Эй. Эй, hello. Как говорить-то? Единицами работает, блин. Ну, ладно, слышите. Блин, лишь бы она ночью мне эту дверь не открывала. Ну, вот тут, видите, все оборудовала. У меня тут все работает. Тут ремонтирую. Тут патроны делаю. Правда, с бронзой проблемы. Надо снова в шахту идти. Воды вдоволь. Все, у меня есть. Что такое? Рэйчел, ты пошла на спальню? Правильно. Это хорошее решение. Сейчас я к тебе поднимусь, девушка. Она пошла туда. Все, закрываемся, ребятки. А тебе надо кроватку или мы тут вдвоем с тобой устроимся? Рэйчел. Давай, не стесняйся. Ну, куда ты? Не хочет, ребят. Ладно, я на сегодня закругляюсь. Вот так вот такой получился 28-й день. Я думаю, мы сейчас с Рэйчел договоримся. Но, ребятки, это уже видео 18+. И вам это смотреть не надо. Чем мы тут будем с Рэйчел заниматься? Видите, она теперь у меня с винтовкой. На спине винтовка, пистолет. Да не ходи ты на улицу, балда. Рэйчел, теперь Миша. Так, может быть, тут ей как-то запретить, чтобы она ходила? Да нет. No room select. Ну-ка. Вот, спальню ей дадим. Вот, чтобы она в спальне жила, Рэйчел. Живи в спальне моей, на втором этаже. Или что? Здесь живи, Рэйчел. А, нет, надо, видимо, отдельную комнату, ребят, ей. Это моя комната. Она пусть в этой живет. Вот здесь пусть живет Рэйчел. Там, правда, кровать или нет. Интересно, ей нужна кровать? Блин, я бы, конечно, хотел, чтобы она со мной. Ну ладно, ребята, все, заканчиваем. Вот я ей вот эту комнату, я отдал. Поставлю ей сюда кровать, пусть она тут живет в этой комнате. Вот так вот получился штурм бандитского лагеря. Сейчас буду отдыхать. На этом заканчиваю. Спасибо за внимание и следите за моими приключениями. Регулярно снимаю видео из Miss Survival. И также рассказываю историю своей жизни в этой дикой местности на форуме Гоха. Ну, ссылка на форум, на тему будет в описании к этому видеоролику. Спасибо за внимание. Не пропустите следующей серии. Про что она будет, пока не знаю. Но в скором времени она обязательно будет. До встречи. Увидимся. Продолжение следует...